Возможно, вы слышали, что большая часть Америки страдает от ожирения. Связано это не с ленью жителей страны, а с высокой стоимостью качественных продуктов. Отсюда вопрос, где покупать еду в США? Как категорию популярных гипермаркетов я бы отнес Костко, BGS и Walmart. Начнем с Костко. Эта крупная сеть магазинов-складов отличается тем, что продает продукты в больших объемах, чем это может быть привычно. А еще здесь можно не сомневаться в качестве. Прежде чем оказаться на полках, продукты проходят проверку по определенным критериям. И на мой взгляд, здесь оптимальное соотношение цена-качество. Попасть в Костко можно только с карточкой клиента, поэтому этот магазин считается клубным. Членство стоит 60 долларов в год, в него входят две карты. Наверняка вы знакомы с системой клубных карт магазинов, вы заполняете анкету и получаете карту, которая сканируется на входе или при оплате. Обычно в эти магазины нельзя зайти без нее. Если вы выберете Костко как основной магазин, рекомендую оформить клубную карту не за 60, а за 120 долларов в год. Объясню, почему она крутая. В сумме она дает 4% кэшбэка с покупок в Костко и еще 4% от оплаты бензина. Я сам регулярно этим пользуюсь. В конечном счете, эта карта себя многократно окупает. Есть и аналог Костко – BGS. Это еще один оптовый гипермаркет с клубными картами. Ассортимент, качество и цены примерно такие же. Наверняка вы слышали и про Walmart. Это гипермаркет, в котором также можно купить все – от продуктов до одежды и электроники. Цены здесь одни из самых низких, но стоит обращать пристальное внимание на качество продукции. Если оно вас не особо беспокоит, то Walmart вполне подойдет. Вообще, эти гипермаркеты широко распространены в США. Закупаться оптом в Костко и BGS будет выгоднее. В них лучше покупать продукты, которые можно хранить долго. Крупы, консервы, снеки, замороженные продукты и многое другое. Крупные сети небольших магазинов типа «Магнита» или «Пятерочки» – это Target, Stop&Shop и Trader Joe. Цены здесь средние, но часто на продукты бывают акции. Если в BGS и Костко ездят, скажем, за покупками раз-два в месяц, то в эти супермаркеты приходят каждую неделю. Если же для вас очень важно качество продуктов и вы ярый сторонник здорового питания, зайдите в Whole Foods. Цены значительно выше уже озвученных магазинов, но зато и качество выше. И товары соответствуют концепции здорового питания. Еще органические продукты можно найти на фермах. Правда, их совсем немного. Как вариант – покупать овощи и фрукты на рынках. Цены там чаще всего низкие. Есть много китайских рынков. Качество продуктов везде разное. Также есть очень много разных мелких магазинов, которые американцы называют «гроссерис». Буквально в каждом блоке. Они не являются сетевыми. По сути, это аналоги ларьков и безымянных магазинов. Туда можно забежать, что называется, между прочим. Например, если вдруг захотелось мармеладок или сигарет. То есть, за незначительными покупками. Там можно найти молоко, яйца, закуски, сэндвичи и все такое. Если заскучаете по гречке, сгущенке, бородинскому хлебу, еще почему-нибудь, на помощь придут русские магазины. Есть целая сеть «неткост», где можно найти привычные для жителей постсоветских стран продукты. Еще один развивающийся магазин называется «Ташкент». Здесь есть готовая еда, горячие салаты и супы наших разных национальных кухонь тоже продаются. Тут стоит обратить внимание на то, что русские магазины есть там, где есть русская комьюнити. Чаще всего это в крупных городах. Также есть множество сетей некрупных, недорогих магазинов, которые распространены практически по всем штатам и городам. Например, 7-11. Там в основном продаются снеки, сэндвичи, газировки и энергетики. Еще есть ВАВА, где можно купить также сэндвичи и домашнюю еду вроде супа или маккенчиз, по-нашему макароны с сыром. Магазины ВАВА часто расположены при заправках на трассах. Короче, пройдите здесь по магазинам, выбирайте свои любимые и следите за питанием. В текстовой части блока я прикрепил ссылки на свои ролики, в которых показываю, как покупаю продукты в США и сколько они стоят. Кроме ссылок, под видео расположена таблица с моим субъективным рейтингом местных популярных продуктовых магазинов. Изучайте! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!